Спасибо. И некоторое время с собой подискутировав на эту тему, я решил, что я вступлю на скользкий путь многих нелюбимых мне лекторов и покажу кое-какие результаты, которые мы сделали сами, потому что это имеет прямое отношение к формированию паттерна. И начну с этого. Спасибо. Среди низших животных встречаются в основном радиально-симметричные животные. Мы радиальную симметрию видим у губок, во всяком случае у их личинок, у грибневиков. Плакозо на самом деле тоже радиально-симметричный. Несколько лет назад была чудесная статья, которая показала, что у трихоплекса вот эта вот короткая ось тела, которая соединяет энтерзальную и вентральную поверхность, на самом деле орально-аборальная. И его оральная поверхность – это то, на чем он ползает, а его аборальная поверхность – это то, на чем он не ползает. И есть большая группа, в которой относятся большинство видов животных на Земле. Это группа билотерий, у которых билотеральная симметрия тела. То есть у них есть передний конец, задний конец, спинная сторона, брюшная сторона, левая и правая. И у билотерий есть сестринская группа – это кнедарии. В отличие от грибневиков и губок, которые все время меняются местами весело, и мы с удовольствием наблюдаем за этим процессом изменения их филогенетического положения на разных деревьях, кнедарии всегда попадают в положение сестринской группы для билотерий. Но кнедарии очень хитрая группа, потому что среди кнедарий существует большой подтип, который называется медузозо, и объединяет радиально симметричные классы животных, и отдельный подтип антозо, в который входят исключительно билотерально симметричные животные. Хоть это так и не выглядит, на самом деле они билотерально симметричны не только на морфулярном, но и на морфологическом уровне. Я потом вам покажу картиночку, где это будет хорошо видно, но в принципе, если отрезать им голову и посмотреть внутрь, то окажется, что у них, очевидно, совершенно есть левая сторона тела и правая сторона тела. То есть их можно отразить слева направо, но не с брюха на спину, грубо говоря. Если можно что-то назвать, у них брюхом и спиной. Что это нам говорит? Это дает возможность предположить, что общий предок кнедарии и билотерии был билотерально симметричный, и что радиально симметричные кнедарии потеряли одну из осей, вторую ось своего тела, которая у антозоев называется направительной осью, что вот у медузозоа эта самая направительная ось исчезла, и существуют всякие гипотезы, почему она исчезла, но существует и альтернативная гипотеза о том, что билотеральная симметрия плана строения тела у антозоев и у билотерии возникла независимо. И моя группа, и не только, мы все пытаемся понять, каким образом это произошло, и как там было все на самом деле, и был ли общий предок кнедарии, билотерии билотерально симметричным животом. Как и у билотерии, основная ось тела кнедарии регулируется градиентом канонического винд-сигналинга, то есть сигналинга виндбэткотенин. Уиндбэткотениновый сигналин сильный на хвостовом конце у билотерии и на оральном конце у кнедарии, и слабый на головном конце билотерии и на аборальном конце кнедарей. Кроме того, как я уже сказал, поскольку они билатерально симметричные, то где же вторая ось? Вот вторая ось, спинно-брюшная у билатерии и направительная у кнедарей. И у тех и у других за вторую ось тела отвечает градиент BMP-сигналинга, который у билатерии, как мы в прошлый раз договорились, имеет максимум свой на спинной стороне, кроме хордов, у которых произошла инверсия. А у кнедарей, соответственно, на одной из сторон направительной оси. Это будет та сторона, на которой не экспрессируется хорден, как ему и полагается. Вы помните, что хорден у нас шаттл, который переносит BMP-сигнал, BMP-леганды на противоположную сторону, и там возникает BMP-максимум. Все очень похоже, и посмотрев на эти две картинки, хочется сказать, что замечательно. Значит, получается, что орально-аборальная ось кнедарии соответствует задней-передней оси билатерии, но направительная, наверное, соответствует дорзовентрали. Но все бы было замечательно, если бы не было. Дело в том, что вам всем наверняка известны гены групп ХОКС. Эти самые ХОКС-гены замечательны тем, что у билатерии занимаются разметкой основной оси тела вдоль, соответственно, передней-задней оси тела, и они активны в таких частично перекрывающихся доменах. Это называется по-английски staggered expression, то есть как бы с такой экспрессией со сдвигом. И задача этих самых ХОКС-генов объяснить клеткам, находящимся в разных положениях относительно передней-задней оси билатерально-симметричного животного, что они в этом месте должны делать. Если это, например, сегментированные животные, вроде дрозофилы, должны на этом месте, например, выразовываться крылья или жужельцы, какие там должны быть ноги, или там, может быть, не должно быть никаких ног, и так далее. У кнедарии ХОКС-гены тоже есть, при этом у медузозоа с ХОКС-генами большие проблемы, а у нантозоа ХОКС-гены есть, и они тоже экспрессируются в частично перекрывающихся доменах и тоже отвечают за разметку только не основное оси тело, которое находится под контролем ВИНД, как у билатерии, а второе оси тело, направительное, которое находится под контролем БМП. То есть возникает очевидное несоответствие. Мало того, что они экспрессируются в таких частично перекрывающихся доменах вдоль оси, которая регулируется БМП, так они еще находятся, как мы тут дальше обнаружили, под прямым контролем БМП. То есть как бы этот самый фосфорилированный СМАТ, который является транскрипционным фактором, активирующимся при связывании БМП и Реганда, он напрямую связывается с регуляторными властями ХОКС-генов и управляет их экспрессией. В 2018 году наши конкуренты из Кэнзас-Сити, лаборатория Мета-Гибсона, опубликовала потрясающую статью про роль ХОКС-генов в разметке этой самой направительной оси. Они показали, что там происходит при выключении тех или иных ХОКС-генов происходит гомеозисная трансформация, сливаются сегменты, то есть то, что они называют сегментами мезентриальные камеры, и эти самые мезентриальные камеры меняют свою судьбу. Страшно интересно, если вам будет любопытно, я после лекции объясню, что у них там получилось. Это классная работа. Они вот лично меня в данном случае обогнали, потому что я делал то же самое, но работа настолько хороша, что у меня даже обижаться не получается. Вот. Очень хорошая работа. Первый автор Шуану Хе, такой из лаборатории Мета-Гибсона. Так вот, у нас получилась ситуация, в которой есть очевидные противоречия между тем, как происходит разметка оси у Белотерии и разметка оси у Книдарии. И для того, чтобы понять все-таки, как оно на самом деле работает и как эти оси друг с другом соотносятся, понятно, что нужно очень хорошо понять, как происходит разметка и формирование паттерна осевого у Книдарии и вдоль направительной оси и вдоль основной оси оральной аппаралии. Вы ведь понимаете, что если вы, грубо говоря, будете следовать тому, что вам говорят градиенты BMP и wind signaling, то тогда вам придется сказать, что орально-аппаральная ось соответствует задней и передней оси. Но если вы последуете за инструкциями, которые вам говорят направление экспрессии хоксгенов, то тогда вам эту плану надо будет перевернуть, и тогда у вас получится, что направительная ось это передняя и задняя ось, а оральная орально-аппаральная то ли дорсовентральная то ли вообще никакая. То есть с этим надо что-то делать. Вот мы и пытаемся делать. Значит, я вам сейчас расскажу про основную ось, про то, как размечается основная ось униматостела, орально-аппаральная. Это работа в первую очередь сделанная моя эсперантка Таня Лебедевой, которая вообще невероятный трактор, и все это сделала практически в одиночестве. То есть невероятный молодец. Вот. Не совсем в одиночестве. Там еще другие люди были вовлечены, но в общем большинство экспериментов сделано Таней, за что и большое спасибо. Работа опубликована, я после этого дам ссылку, если вам будет интересно. Значит, как и у прочих всех животных, на которых внимательно в этом смысле смотрели, за образование основной оси, как я уже сказал, отвечает бета-катаниновый сигналинг. Если у вас есть гастрола, не мотостела, вот она, это ее орально-аппаральная ось, в результате гаструляции здесь образуется рот и глотка, которая экспрессирует маркер под названием ФОКСА. Это такой ген, кодирующий транскрипционный фактор, важный для образования глотки. И это оральный конец, соответственно, противоположный конец, оборальный конец. Если выключить бета-катанин при помощи, посредством инъекции бета-катанинного морфолина, морфолина, ольгонуклеотиды, это такие маленькие кусочки нуклеиновых кислот, у которых вместо дезоксирибоза, в общем, больше всего это похоже на ПЦР-праймер. Только вместо дезоксирибоза в этом ПЦР-праймере сидят морфолины-колечки и связи между нуклеотидами не фосфодиэфирные, а фосфодиамидатные. В результате морфолины не режутся никакими нуклеазами, морфолины очень стабильны, но при этом по размеру они совершенно такие же, как дынковые олигонуклеотиды, соответственно, они могут прекрасно гибридизоваться с РНК и либо мешать ей транслироваться, если они гибридизуются на сайт начала трансляции, либо могут мешать сплайсингу этой самой РНК, если они гибридизуются с участком, который отчасти в экзоне, отчасти в антроне. И таким образом экзон, например, оказывается не вырезан, а в экзонах, простите, антрон оказывается не вырезан, в антронах, как правило, во всех рамках считывания много стопкодонов, соответственно, получается, что у вас не производится нормальный белок. Так вот, если уколоть в яйцо нематастеллы бетокотенинового морфолина, то зародыш замирает, грубо говоря, на стадии бластула вот такой вот сферической, никакой гаструляции не происходит, бетокотениновый сигналинг суперважен для гаструляции, и никаких признаков оси тела не возникает. Ну и, собственно, ФОКСА тоже, который ротовой маркер, тоже не экспрессируется. Если же, наоборот, искупать эмбрион нематастеллы в активаторе бетокотенинового сигналинга, то с ним происходит страшная вещь, он невероятным образом реализуется. Вот в прошлый раз мы говорили с вами о пути проведения сигнала ВИНТ, я еще раз его быстренько повторю, чтобы просто было понятно, что здесь сделано. Легант ВИНТ связывается с семеро-странсмембранным рецептором Frizzled, который там еще присутствует корецептор LRP-56. При связывании ВИНТ активируется белок Disheveled, и этот Disheveled подавляет активность так называемого destruction complex, разрушающего комплекса, у которого задача в норме фосфорилировать свободный бетокотенин, и этот фосфорилированный бетокотенин убеквитинируется и деградирует на протозоны. Если же вы используете azacan-paulon, являющийся фармакологическим ингибитором вот этой вот киназы, GSK3-beta, которая фосфорилирует бетокотенин, то бетокотенин не деградирует и наоборот накапливается в цитоплазме, идет в ядро и вытесняет корепрессор Graucho от транскрипционного фактора TCF и вместе с ним работает как активатор, происходит транскрипция генов мишени. Если взять раннюю blastulonimotostellae и искупать ее в azacan-paulon до стадии примерно средней гастролы, то с ней происходит вот такая штука. Вот это нормальная планула, нормальная личинка нетостелы. Вот ее оральный конец, вот ее аборальный конец с эпикальным органом, монопекальный султанчик видно. И она такая грушевидная плавает в эту сторону, туда. Как и все первичные личинки, они плавают эпикальным султанчиком вперед, вот так вот ввинчиваясь в воду. И если же обработать ее в тот промежуток времени, о котором я говорил, то сначала она прогастролирует нормально, а после этого с ней начнут происходить странные вещи. Она невероятно, она станет как блин, то есть ее орально-аборально сильно укоротится, и ее рот откроется невероятным образом. Вот эта вот здоровенная дыра, это не артефакт, это ее открытый рот. Клетки, которые я подкрасил оранжевым, это энтодерма видно. И она вся покрыта такими дополнительными отверстиями. Вот это аборальный вид, то же самый, ну, не тот же самый, потому что это сканирующая электронка, это другой эмбрион, просто на него смотришь с аборальной стороны. И вот все вот эти ямы, это вторичные рты, которые у нее образовались на аборальной поверхности, она практически как трехоплок становится, плоская. и огромное количество дополнительных ртов, такая гиперреализация происходит эмбриона. гены разнообразные реагируют на ингибирование ГСК-3-бета-киназы, то есть на активацию бета-катанинового сигналинга по-разному. Есть группа генов, которые мы назвали сатурирующими генами, сатурирующимися генами, то есть короче, что с ними происходит, если вы начинаете инкубировать в эзоген полоне, то есть усиливаете бета-катаниновый сигналинг, то их нормальная область экспрессии, которая всегда находится около рта, она начинает расползаться в аборальную сторону, и чем больше вы дадите им азокен полона, тем дальше она уползет на аборальную сторону, пока не покроет весь эмбрион. То есть весь эмбрион станет, грубо говоря, оральной стороной. Совершенно так же, как вот здесь. А есть другие гены, которые мы назвали window genes, в том смысле, что им по ощущениям требуется какое-то определенное окно интенсивности бета-катанинового сигналинга, потому что посмотрите на этот ген, который экспрессируется в середине гастролы, на оральном конце его нет, на аборальном конце его нет. Если такой эмбрион поместить в азокен полон низкой концентрации, то экспрессия этого самого вин второго начинает отползать от орального конца и сдвигаться в сторону аборального конца. То есть аборальный конец становится синий, это гибридизация инсито, то есть детекция мрнк этого гена в клетках фиксированного зародыша. И если увеличивать концентрацию за ген полон, то через некоторое время его экспрессия в эмбрионе пропадет. То есть получается, что у нас есть некоторые гены, которые, грубо говоря, любят бета-катенин, бета-катениновый сигнал, а другие гены, которые его боятся и от него убегают через аборальный конец. И мы решили, что нам ужасно интересно понять, как это работает, потому что по ощущениям вот такая дозозависимая реакция на бета-катениновый сигналинг, это то, что определяет формирование паттерна зародыша немотостелла вдоль орально-аборальной оси. Значит, я начал думать, как это можно объяснить, и это самое сатурирующее, насыщающее поведение генов объяснить, в принципе, довольно просто. Вот представьте себе, что это у нас гастрола, и у вас есть, и у меня тоже, есть ген, который экспрессируется в каком-то определенном положении относительно орально-аборальной оси. Вот эта голубая линия, это гипотетический градиент бета-катенинового сигналинга, интенсивности бета-катенинового сигналинга, который самый большой на оральном конце и самый низкий на аборальном конце. Я говорю гипотетически, потому что, к сожалению, на нематостеле не работают обычные антитела против бета-катенина, почему-то не красится, и мы его померить не можем, мы можем напрямую, мы можем только смотреть, как на изменение интенсивности бета-катенинового сигналинга реагирует его гена-мишень. но мы надеемся, что посредством нукина нам удастся с этим делом побороться, то есть мы сделаем флюоресцентно маркированный бета-катенин, и тогда мы будем видеть интенсивность сигналинга, и можем ее напрямую померить, но пока что этого не произошло. Значит, вот у нас есть какое-то пороговое значение бета-катенинового, интенсивности бета-катенинового сигналинга, соответственно, выше этого значения вот этот вот ген насыщающий или там сатурирующий будет работать. Это будет соответствовать вот этим координатам вдоль орально-аборальной оси. Если мы вот такой эмбрион забросим в языкен-пулон, то есть усилим бета-катениновый сигналинг, мы, считайте, сдвинем этот самый градиент просто немножко вверх, вот этот голубенький градиент. Вот здесь я нарисовал, что он выходит на плато, потому что наверняка есть какое-то максимальное значение сигнального, достигнув которого сильнее нельзя, зеленее не будет. Если светофор загорелся зеленым, он уже не будет более зеленым. Значит, на это понятное дело эмбрион этот ген отреагирует так, что координата, осевая координата того места, где будет достигнут пермиссивный порог бета-катенинового сигналинга сдвинется в сторону аборального конца. Соответственно, у нас ген расползется от орального конца в сторону аборального конца. И это то, что мы более-менее видим вот здесь. Если же мы повысим концентрацию азокен-паулона и усилим бета-катениновый сигналинга еще сильнее, то у нас весь этот самый градиент окажется выше порогового значения, и в таком случае наш насыщающий или там сатурирующий ген будет экспортироваться по всей эктодерме этого самого зароджа. Ситуация с генами, которые активны в некотором пермиссивном окне бета-катенинового сигналинга объяснить сложнее. Нам нужно предположить, что у таких генов, например, вроде этого или второго, существует не один порог. Вспомните этот самый французский флаг, синяя полоса, белая полоса и красная полоса. У него есть не один порог, а два порога, которые определяют окошко, то есть координаты, между которыми он может быть активен. Соответственно, если вы добавляете немножко азаген паулона, повышаете интенсивность бета-катенинового сигналинга чуть-чуть, воздвигаете этот градиент наверх, и тогда другие координаты зародыша оказываются в зоне пермиссивного бета-катенинового сигналинга, и у нас съезжает область на конец зародыша, а оральный конец становится белым, и это как раз то, что мы видим. Наконец, если же мы повысим интенсивность бета-катенинового сигналинга еще больше, упс, прошу включение, если можно отключите, пожалуйста, микрофон, у кого-то кто-то там ходит, стопает. Значит, если поместить зародыш в высокую концентрацию азокен-пулуана, спасибо большое, в высокую концентрацию азокен-пулуана, то получается, что весь градиент находится вне пермиссивных значений интенсивности бета-катенинового сигналинга, и этот ген, соответственно, перестает работать. Все бы это было прекрасно, и замечательное логичное объяснение, я собой ужасно был доволен, когда я это дело придумал, но все это чистая гипотеза, ничего не было доказано. И вот мы с Таней взялись это дело доказывать. Мы придумали, что есть такой транскрипционный репрессор, который является бета-катенин зависимым, и который экспрессируется вот здесь в розовеньком домене, и это насыщающий ген saturating gene, сатурирующий ген. И его задача подавить экспрессию гена, которому требуется некая кошка с оральной стороны. Соответственно, если мы представляем себе ситуацию, когда у нас слабо активируется бета-катениновый сигналинг, этот самый репрессор X начинает распространяться в сторону аборального конца, а этот ген кошка от него убегает в сторону аборального конца. И так продолжается до тех пор, пока этот самый репрессор гипотетически не начнет экспрессироваться по всей эктодерме, а соответственно этот самый ген, которому нужна определенная кошка интенсивности сигналинга перестает работать. В таком случае было бы логично предположить, что если вы сломаете этот самый репрессор X, то этот самый ген, которому нужно какое-то определенное окно интенсивности бета-катенинового сигналинга станет вести себя так же, как вот эти насыщающие гены, потому что его будет некому выключать. То есть мы предположили, что и насыщающие гены, и гены, которым требуется некое окно интенсивности бета-катенинового сигналинга, находятся под положительным контролем бета-катенинового сигналинга. Просто бета-катенин включает оба, но один из них выключает другой. То есть как бы бета-катениновый сигналинг включает насыщающие гены, а также гена окошко, но среди насыщающих этих генов, геносыщающей экспрессией, есть некий транскрипционный репрессор, который связывается с энхансером гена окошко и его выключает. Соответственно, если мы сломаем этот репрессор, то наш ген окошко должен вести себя как насыщающий ген. И мы решили это дело проверить. Какие мы можем предсказать свойства у этого репрессора? Во-первых, он должен быть насыщающим геном, то есть уровень его производства, количество и интенсивность его транскрипции должна возрастать при активации бета-катаниного сигнального. Во-вторых, чтобы вот таким вот образом регулировать свои мишени и окошки, он должен экспрессироваться в непрерывном каком-то домене. То есть должна быть целая область на ротовом конце, в которой он работает. То есть нам не годятся гены, которые экспрессируются в отдельных клетках. Нам нужно, чтобы все эпителиальные клетки или почти все экспрессировали этот репрессор. Затем нокдаун, то есть выключение производства продукта этого самого репрессора, должно превращать гены окошко в насыщающие гены, если их обработать из-за ген паулона, если повысить интенсивность бета-катанинового сигнала. И вот мы стали искать гены, которые удовлетворяют вот этим трем условиям. Мы придумали стратегию, которая основывалась на РНК-секвинировании. Мы повысили всякими разными способами интенсивность бета-катанинового сигналинга фармакологически и также генетически. Мы сделали кризис пермутантов по одному из компонентов этого самого destruction complex, который называется APC. Сейчас я вам покажу, где это было. Сейчас, одну секунду. Вот, смотрите, вот этот тот самый путь проведения сигнала ВИНД. Фармакологически мы можем выключить вот эту вот киназу, и тогда бета-катанин перестанет деградировать и станет сильнее сигналить. Это то, что я вам показывал на всех предыдущих слайдах. А можем мутировать вот этот вот ген APC, что мы и сделали, и тогда произойдет то же самое. То есть мы сломали этот самый деструктивный комплекс просто двумя разными способами. Один раз фармакологически, а другой раз генетически. И определили, мы просеквинировали кучу разных библиотек при помощи иллюмина совершенно так, как я вам рассказывал, только не single cell, а просто всех выделяли рынка из целых зародышей. И определили среди генов, которые усиливают уровень своей транскрипции, выделили из них, делали список всех транскрипционных факторов, которые положительно регулируются бета-катанином во всех наших библиотеках. Этих транскрипционных факторов, на счастье, было не так много, их было всего 12. Из этих 12 транскрипционных факторов 2 мы сразу выкинули, потому что это оказалась неправильной аннотацией, это были не транскрипционные факторы. Так что их осталось 10. Потом мы посмотрели, где эти 10 транскрипционных факторов экспрессируются. Оказалось, что один можно сразу выбрасывать, потому что на той стадии, на которой нам нужно, на гастроле он не работает. Значит, мы избавились от MSXC. Два транскрипционных фактора нам тоже не подошли, потому что, как вы видите, они экспрессируются в отдельных клетках. Значит, от них мы тоже избавились. Осталось 7. И вот эти 7 транскрипционных факторов оказались уже для нас более интересными, потому что, как вы видите, если они все экспрессируются в непрерывном домене в районе рта, у этого есть еще аборальный домен экспрессии, но, как вы помните, у нас есть такие ткани-специфичные энхансеры, и вот за аборальную его экспрессию отвечает другой энхансер, к бабке не ходить. Значит, но нас интересует вот эта вот экспрессия в глотке, понятное дело. Значит, и все вот эти вот 7 транскрипционных факторов, если поместить зародыш в азакенпулон, то есть активировать бета-катениновый сигналинг, они начинают экспрессироваться по всему эмбриону, во всей эктодермии, соответственно, они насыщающие гены. То есть они уже выполняют два условия из наших трех. Осталось только узнать, что будет, если их сломать. То есть превращаются ли гены окошки, гены, экспрессирующиеся в окошках бета-катенинового сигналинга, превращаются ли они в насыщающие гены. Мы сломали их все и с радостью выкинули еще три. Это контроль. Мы использовали два хорошо охарактеризованных гена окошка. Один ген – это Уинд первый. Он экспрессируется вокруг рта. Вот здесь вот видно, это гастрола, которая лежит на боку. И вот темные клеточки – это ее ротовой конец. Как вы видите, вокруг границы бластопора, это оральный вид, есть узенькое колечко, один-два клеточных диаметра. Клетки экспрессируют этот самый Уинд первый. Уинд второй – это тоже хорошо характеризованный гена окошка. Он экспрессируется в середине тела, в широком поясе клеток, с неким отступом от орального конца. Вот здесь оральный вид, вот здесь рот, где у меня мышка. И вот это оральный домен, который Уинд второй не экспрессирует. Если поместить и тот, и другой эмбрион вазокен-пулон и покрасить на Уинд первый, эмбрион будет совершенно белый. Если покрасить на Уинд второй, эмбрион будет совершенно белый, потому что, как мы знаем, гены окошка убегают от азокен-пулона, убегают от сильного бета-катениного сигналинга. Потом мы сломали три вот этих транскрипционных фактора, и в экспрессии Винда первого и Винда второго не заметили никаких отличий. То есть получается, что все вот эти вот три транскрипционных фактора не являются репрессором X. То есть мы про них счастливо забыли и перешли к следующим оставшимся четырем. Смотрите, вот здесь вот есть. Это контроль. Это нормальная экспрессия Уинд первого в ДМСО, в тимитилсульфоксиде. Это его нормальная экспрессия дикого типа, узенькое колечко на оральном конце. Если его поместить в азокен, эмбрион становится совершенно белый. Вот Винд второй. Он экспрессируется в виде широкого пояса клеток в середине зародыша, но не на оральном конце и не на аборальном конце. Если поместить его в азокен-пулон, то он совершенно белый. Что будет, если мы сломаем транскрипционный фактор брехиуре при помощи РНК-интерференции? То есть разрушим РНК-брахиуре. А кажется, что у нас Винд первый перестает экспрессироваться вообще не только в азокене, но и в ДМСО. Это значит, что брехиуре положительно воздействует на Винд первый. То есть это его активатор, а не репрессор. А теперь смотрите, что получится с Винд вторым. Винд второй у нас в нокдауне брехиуре берет и расползается вот на эту вот ротовую область. Он сползает в рот. То есть распространяется в оральную сторону. А если засунуть этот эмбрион в азокен-пулон, оказывается, что в азокен-пулоне Винд второй экспрессируется по всему зародышу. Получилось, что брехиурия – это фактор, этот самый репрессор X для Винд второго, но не для Винда первого. Теперь я вам покажу следующий транскрипционный фактор, который называется FOX-A. Это вот тот маркер глотки, который я вам показывал в самом начале. И то же самое. Вот экспрессия контроля. Колечко Винд первого вокруг рта в ДМСО. Никакого Винда первого в азокен-пулоне при усиленном бета-катениновом сигналинге. И вот широкий пояс Винд второго в ДМСО и его отсутствие в азокен-пулоне. Если сломать FOX-A и покрасить на Винд второй, окажется, что ничего не происходит. Винд второй как был, так и остался. На ротовую часть он не залезает, а в азокен-пулоне он честно пропадает. Так, как в Диком, как в контроле. Теперь смотрите, что происходит с Виндом первым. В ДМСО из колечка Винда первого получается большая плюха Винда первого. То есть он распространяется на весь FOX-A домен. Все клетки, которые я не показал вам здесь, на этом же слайде, где FOX-A экспрессируется. Можете мне просто поверить, что FOX-A экспрессируется ровно там, где в этих эмбрионах экспрессируется Винд первый. То есть как бы убрали Винд первый, убрали FOX-A, и Винд первый располз на весь домен экспрессии FOX-A. А если засунуть такой эмбрион в азокен-пулон, то он весь становится черный. То есть FOX-A у нас репрессор X для Винда первого, но не для Винда второго. Получается, что у меня изначально была мысль, что, наверное, наш репрессор X, он один такой репрессор X для всех генов окошек. И этот репрессор X, наверное, экспрессируется таким градиентом от орального конца к аваральному концу. А оказалось, что совсем не так. Казалось, что у разных генов окошек свои репрессоры X, и этих репрессоров много. Я тут немножко перескочу, но я вам скажу, что этих репрессоров X мы нашли не два, а четыре. И у этих двух основных репрессоров X про Хьюри и FOX-A есть два помощника. Один называется LMX, а другой называется FOX-B. И вот вчетвером они заведуют оральной идентичностью эмбриона немотостеллы. Если вы сломаете все четыре одновременно, это можно, можно уколоть четыре одновременно в эмбрион, четыре разных коротких шпильки рНковых или электропарировать в эмбрион, то есть делать РНК-интерференцию сразу по четырем генам одновременно, то получается вот такая ситуация. Винт первый полностью пропадает в ДМСО, а экспрессия винта второго, который у нас работает в среднем домене тела, сползает в рот до самого дна глотки. То есть у этой гаструлы вообще нет молекулярном отношении, вообще нет оральной части. То есть она гаструлирует, морфологически она нормальная гаструла, у нее там дырка, но с точки зрения молекул у нее оральной части вообще нет. Она начинается со среднего домена. Ну и, соответственно, если положить их в азакен Пулон, то они экспрессируют и вин первый, и вин второй по всей поверхности тела. Самое любопытное, что если вот такие вот зародыши порастить дальше, то есть вот эти вот, у которых одновременно выключены все четыре ротовых гена, то рот у них пропадает, у них деградирует глотка, рот закрывается, они превращаются в такие шарики, которые полностью оборальны. Итак, значит, получается, что брахиурии LMX, FOX-A и FOX-B вроде как представляют собой такую единицу, регуляторную единицу, которая определяет оральную судьбу. У него это стало. Дальше мы стали думать. Получается, что у нас оральные гены окошки активируются бета-котениновым сигналингом, но репрессируются бета-котенин-зависимыми, насыщающими транскрипционными факторами. Может быть, мы можем то же самое сказать про гены, которые экспрессируются не в оральной части, а, например, в средней части. И мы стали искать дальше. Дело в том, что, как я уже сказал, у метостеллы есть на стадии гастролы, может быть, не сказал, нет, не сказал, две очень четкие границы молекулярных. Это граница между оральным доменом и средним доменом, вот которая здесь помечена красными стрелками, и граница между средним доменом и об оральным доменом. И существует большое количество маркеров генов, у которых граница экспрессии проходит именно вот в этом месте. Значит, в Брахиури у нас прекрасный маркер границы орального и среднего домена, а вот в Инд 2, который мы использовали, это прекрасный маркер границы между средним и об оральным доменом. Ну и, соответственно, есть об оральные маркеры. Вот, например, ген 636, который уже у нас появлялся в этом курсе лекции, потому что я на нем показывал, что такое покрытие в объяснялке про РНК-секвенирование. Вот мы и предположили, что, может быть, в среднем домене есть какие-то транскрипционные факторы, которые предотвращают расползание об орального домена в сторону рта, и стали их искать. Значит, мы стали искать некий транскрипционный репрессор Y, который должен быть геном-окошком, то есть он должен подавляться при усилении бета-катаминового сигналинга. Он, так же, как и Винд 2, который не является транскрипционным фактором, а сигнальная молекула, но он должен экспрессироваться примерно как Винд 2. То есть он должен экспрессироваться в виде широкого пояса в среднем домене. И, наконец, он должен предотвращать расползание об орального маркера, например, 636 в сторону рта. То есть если его сломать, то 636 должен расползаться в сторону рта. И мы использовали те же данные РНК-секвенирования, которые мы использовали в первый раз, только стали теперь смотреть на гены транскрипционных факторов, которые выключаются во всех наших библиотеках. Тогда мы смотрели, какие транскрипционные факторы активируют, каких транскрипционных факторов становятся гораздо больше при усилении бета-катенинового сигналинга. А теперь мы стали смотреть, каких транскрипционных факторов становятся гораздо меньше во всех библиотеках. И таких генов обнаружилось к нашему несчастью 25 штук. Но что делать? Мы сначала посмотрели, где они экспрессируются. И сразу избавились от тех, которые экспрессируются в отдельных клетках. Вот здесь все вот эти в верхнем ряду ребята экспрессируются в отдельных клетках или один экспрессируется еще в энтодерме. Вот это все нам не надо, потому что это не экспрессируется как винт второй. То есть все это мы выкинули. Кроме того, наш ген должен препятствовать распространению аборального домена в средний домен. Соответственно, он не может экспрессироваться в аборальном домене. Поэтому мы выкинули все гены, которые экспрессируются в аборальном домене. В результате нам удалось сократить список наших потенциальных кандидатов до семи. Вот они в нижнем ряду. И как вы видите, помещение всех этих, помещение эмбрионов в Азакен Пулон, как и договаривались, подавляет их экспрессию. То есть как бы это все наши хорошие кандидаты, и мы стали их ломать по очереди все семь. Шесть из них, поломка шести из них никаким образом не помешала нормальной экспрессии аборальных маркеров. То есть в данном случае вы видите вот это вот шесть генов, которые мы сломали, а СИКС-3СИКС, маркер аборального конца, по-прежнему находится на аборальном конце и никуда не ползет. То есть как бы, значит, это не наш репрессор, ИКС-3СИКС, и остался один, который, этот самый репрессор ИКС-3СИКС, он называется СП-6-9. Если, вот это опять у нас инситут гибридизация с пробы против гена СИКС-3СИКС, против транскриптогена СИКС-3СИКС, вот его нормальная экспрессия на аборальном конце. Если выключить СП-6-9, при помощи инъекции морфолина, то вы увидите, что область экспрессии СИКС-3СИКС начинает расползаться в срединный домен. Это очень похоже на то, что происходит, если выключить брокхиурии. Почему? Потому что если выключить брокхиурии, то у нас срединный домен сползает в рот. И, соответственно, аборальный домен распространяется в срединный домен. А тут брокхиурия у нас не испорчен, сидит на месте, как был, так и остался. Но поскольку мы начали подавлять срединный домен, то у нас аборальный домен туда расползается. Если же выключить одновременно СП-6-9 и брокхиурии, то аборальный конец расползается на весь эмбрион. То есть мы, выключив вот эти два гена, мы смогли сделать эмбрион полностью аборальным. Давайте это дело теперь сравним с ситуацией и у морского ежа. И у морского ежа, и у нематостеллы, то есть у актигии, все яйцо заполнено материнскими транскриптами генов, которые на более поздних стадиях развития экспрессируются исключительно на баральном участке или же на переднем участке. Это фризл пятый, сок СБ-1 и так далее. Это, в принципе, маркеры аборальной или передней эктодермы. В нашем случае это будут маркеры мозга. И на том конце, где происходит гаструляция, запасается материнский белок дешевеллд, который у нас, как вы помните, является естественным ингибитором destruction complex, то есть как бы ингибитором разрушения бета-котенина. Потом, когда начинается уже формирование паттерна вдоль основной эси эмбриона, выделяется и у ежа, и у нематостелы, выделяется участок, в котором начинает сигналить бета-котенин. И этот самый участок подразделяется на отдельные субдомеры. Сначала выделяется у ежа скелетогенная мезенхима, которая очень похожа на нематостелячую энтодерму. Мы про это еще поговорим. И про то энтодерма или нематостелячая энтодерма. И после этого у ежа выделяется собственно энтодерма, которая вот здесь помечена таким вишневым цветом или там малиновым, который экспрессирует брахюрия фокса. И у нематостелы выделяется глоточная эктодерма, которая экспрессирует те же маркеры. А баральные маркеры уходят на противоположный конец. То есть мы имеем ситуацию, которая невероятно похожа. И даже гены, если вы посмотрите, здесь ETS, здесь ETS. Здесь брахюрия фокса, здесь брахюрия фокса. На баральном конце у нас транскрипционные факторы фокс-ку-2 и с x36, и здесь у нас фокс-ку-2 и с x36. Невероятно похожая ситуация. То есть получается, что за исключением единственного SP6-9, который у нематостелы вроде как главный регулятор среднего домена у этого самого ежа, эту роль играет другой транскрипционный фактор EMX. Опять-таки вроде как. Не только логика формирования паттерна одинаковая, потому что еж и делает все так же. То есть у него более задние транскрипционные факторы бета-катанинозависимые выключают более передние бета-катанинозависимые транскрипционные факторы. Не только сама логика регуляторная, но и даже игроки вот этой разметки вдоль оси одни и те же. Кроме того, про ежа было еще известно, что динамический диапазон бета-катанинового сигналинга у него расширяется посредством участия сигналинга джанк. Это такой неканонический wind сигналинг, который может содействовать бета-катаниновому сигналингу. И мы проверили, досюда опубликованное, что я сейчас скажу, уже не опубликованное. И мы проверили, является ли у мотостеллы джанк тоже таким расширителем динамического диапазона бета-катанинового сигналинга. И оказалось, что совершенно является. Вот смотрите, если вот у вас нормальный зародыш морского ежа, и вот нормальная область экспрессии фокс-ку-2, это вот этот ген, он же вот этот ген, который у мотостелла аборальный, а у ежа на переднем конце. Если искупать зародыш в ингибиторе джанк сигналинга, то аборальный, простите, я все время называю аборальный, передний его конец расползается в середину тела. Мы сделали тот же самый эксперимент у немотостелла и оказалось совершенно то же самое. То есть мы взяли искупали зародыши в ингибиторе джанк сигналинга и у нас аборальный маркер с x-3x расползся собственно на весь зародыш. То есть ситуация невероятно похожая. То есть я считаю, что передний задний простите орально-аборальная ось немотостелла это собственно задняя передняя ось. А вот что касается направительной оси там все совсем не так просто и надо еще копаться и копаться. Так если вам захочется прочитать что-нибудь про эти дела, то я вам здесь написал несколько ссылок в которые можно заглянуть и от которых можно оттолкнуться. Я писал только ссылки того, что мы опубликовали про это дело. но есть, конечно, еще другие статьи, но на них вы найдете ссылки в этих. Едем дальше. Следующий наш я прошу прощения за песню о немотостеле, но по-моему это такой иллюстративный пример про то, каким образом изучают формирование паттерна с включением и выключением разных генов. Так, давайте теперь поговорим откуда берутся повторяющиеся структуры, каким образом регулируется их число и как это все вообще происходит. Вот у нас опять система, где у нас есть мышь и змея, и как вы видите у змеи сегментов гораздо больше, сегменты мездермальные у позвоночных называются как в комнате самиты. Для того, чтобы это понять, нам нужно еще два сигнальных пути. И один из них это сигналинг через рецептор тирозинкиназа. Этих рецепторов тирозинкиназ огромное количество и легандов тоже огромное количество. Например, фактор роста фибробластов, эпидермальный фактор рост фактор роста тромбоцитов, фактор роста эндотелия, чего там только нет. И все эти факторы страшно важны. Они цитокины. Поломки этого сигналинга вызывают разнообразные раки. ФГФ сигналинг я буду говорить в основном про сигналинг через фактор роста фибробластов, поэтому я буду на него сейчас фокусироваться. Необходим для образования нервной ткани, особенно переднего мозга, а также для развития мезодермы. Кроме того, это важные регуляторы развития задней зоны роста и у протестомий, и у позвоночных. И кроме того, ФГФ-сигналинг необходим для формирования аппекальных органов у ресничных личинок, которые собственно в общем-то те же самые мозги. И кроме того, ФГФ-сигналинг задействован в образовании почки конечностей и у Петропот. Работает он всегда примерно одинаково. У нас есть рецептор, который демеризуется при связывании леганда. Рецептор терозинкиназа сам себя фосфорилирует, а после этого фосфорилирует какой-то субстрат, какой-то внутриклеточный белок, который в результате этого фосфорилирования переходит в активное состояние. И вот фактор роста фибробластов. Например, фосфорилирует свой субстрат и в результате я не буду рассказывать этот длинный путь. Самое главное, что запускается каскад так называемых мапкиназ. И эти мапкиназа это mitogen activated kinase. одна мапкиназа фосфорилирует другую мапкиназу, та фосфорилирует третью мапкиназу и так далее. И наконец кончается все дело тем, что мапкиназа под названием ERC фосфорилированная идет в ядро, там фосфорилирует какой-то транскрипционный фактор, который садится на ДНК и что-то с этой ДНК делает, запускает или выключает те или иные гены. Вот пример работы фактора роста фибробластов для отращивания почек конечностей. Если помните, у нас передняя почка конечностей образуется в том месте, где ее запускает ТБХ-5, а задняя почка конечностей образуется там, где ее запускает ТБХ-4. Вспомните морских коньков. И соответственно если сломать ТБХ-4, то у нас попадали парные брюшные плавники. Но если вы посмотрите дальше на эту картинку, то ТБХ-4 у нас запускает экспрессию фактора роста фибробластов 10. И фактор роста фибробластов 10 страшно важный. Я часто говорю, что что-то страшно важное, но действительно страшно важный. Если вы возьмете и подсадите латексный шарик, вымоченный в факторе роста фибробластов, то у вас начнет образовываться эктопическая почка конечностей. При этом если вы подсадите латексный шарик в промежутке между передней почкой конечности и задней почкой конечности, у вас вырастет потрясающая конечность, которая будет у цыпленка на половину крыло, на половину нога. Вот она. Смотрите, это эктопическая почка конечностей, здесь она экспрессирует ТБХ5, то есть передняя почка конечностей, а вот здесь промежуточная почка конечностей, которая экспрессирует ТБХ5 в своей половине, а в своей второй половине она экспрессирует ТБХ4, который активатор задней почки конечностей. В результате получается конечность, которая на половину крыло, а на половину нога. Фантастика, Ужасно мне нравится. Второй путь проведения сигнала, который нам необходим, это дельта-ноч сигналинг. Дельта-ноч – уникальная сигнальная система, потому что это связанное с мембраной сигналы. Они нужны в двух случаях. Во-первых, они нужны, если в большой группе клеток нужно сделать что-то одновременно и синхронизировано. Это будет нам важно при сомитогенезе. Второй же вариант – это когда должен случиться бинарный выбор. Если одна клетка делает X, то другая клетка не делает X, а делает Y. То есть если одна клетка – нолик, то другая – единичка. Как это работает? Сейчас скажу, как это работает и сделаем перерыв. Значит, вот у нас есть одна клетка, на которой есть трансмембранный элегант, который называется дельта. Значит, серрейт я нарисовал еще, потому что у дельта есть брат-близнец серрейта, а у ночи есть брат-близнец джаггд. Но забудьте про серрейт, думайте про дельту. Итак, эта самая дельта связывается с рецептором, который называется нотч. Вот этот самый нотч. Когда происходит взаимодействие дельты и нотч, что же происходит? Происходит следующее. Происходят два последовательных протеолиза. Сначала металл протеаза, который называется ADAM-10, отрезает внеклеточный домен нотч. И этот самый внеклеточный домен нотч вместе с дельтой интернализуется клеткой, из которой торчит дельта. Вот эта вот клетка съест все вот это вот введенное. Потом вторая протеаза, которая называется гамма-секретаза, обрежет внутриклеточный домен нотч, вот здесь вот под мембраной. И этот внутриклеточный домен нотч будет транслоцирован в ядро. Он там свяжется с транскрипционным фактором, который называется suppressor of hairless, выйти в с них вот этот вот зеленый hairless, и произойдет изменение экспрессии генов мишени. Сейчас вам покажу кино про саметогенез, а после этого мы перервемся. Вот смотрите, это зародыш цыпленка. Я надеюсь, что… Сейчас, подождите, я выключу звук, потому что там отвратительные голоса, еще хуже, чем мы. Вот это вот развивающийся зародыш цыпленка, я держу его самый задний в данный момент саммит. Видите, за моей мышью появились новые саммиты. Видите, сколько саммитов напочковалось? А я по-прежнему держу тот самый саммит, за который я взялся с самого начала. Видна была моя мышь, вот этот палец? Хорошо. Тут, пока суть додела, например, сердце выросло. Конечно, позвоночные развиваются замечательно, очень красиво. Еще раз покажу. Значит, смотрите, вот это вот головной конец цыпленка, здесь уже образуются цыпленки. Такие складки. Значит, вот это вот сегментированная мезодерма. Вот здесь вот у нас уже есть натохорт, натохорда дорзалис. А здесь еще гаструляция не закончилась, потому что у цыпленок и у млекопитающих, у птиц гаструляция, как вы помните, там образуется первичная полоска, в которой образуется первичная бороздка, которая была с топор. И гаструляция начинается с переднего конца и продвигается к заднему концу. И у нас вперед уже мозги делает, а зад еще гаструлировать не закончил. Но о том, что делает дельта ночь в этом процессе, я расскажу после перерыва. Если есть вопросы, я готов. Я вас, кажется, совсем замучил. Ну что, нет вопросов вроде? Так, ну, похоже, нет вопросов в чате, нет вопросов, руку никто не поднимает. Так что, наверное, можем сделать перерыв. Пять минут тогда. Нет, кто-то написал. Ну, семь для ровного счета, восемнадцать сорок. Почему или зачем? Вот, есть вопрос, Нариман Батулли. Почему или зачем оси у Книдарьи поменялись? Ну, знаете, не знаю, зачем. И почему тоже не знаю. Я думаю, что так получилось. То есть, как бы, вряд ли есть какое-то такое хорошее объяснение. У Книдарьи еще, ведь полис густеруляции не такой, как у билотерии. Все билотерии, если нету каких-то больших проблем, то есть, как бы, например, если желтка мало в яйце, то все билотерии гаструлируют с вегетативного полюса, а Книдарьи гаструлируют с анимального полюса, что вполне себе уникальная ситуация. Если вы считаете, что у губок есть гаструляция, потому что есть люди, которые считают, что у губок есть гаструляция, а есть люди, которые считают, что у них нет гаструляции. Так вот, у губок, если у них есть гаструляция, то у них она тоже с анимального полюса, у грибневиков тоже. То есть, видимо, произошла инверсия с этой гаструляцией в основании белотерии. В любом случае, возможно. Мне бы очень хотелось в это дело заглянуть. Спасибо. Ну, раз пока нет больше вопросов, давайте встречаемся в 18.40. Забыл. А, ну, простите, у нас тут появился даже еще и вопрос. Да. Может быть, его удобно сейчас тогда. Так. Вы сказали, что детектировать градиент винд-сигнал уни-мотостелла получается только по винд-зависимым генам. Почему нельзя по экспрессии того леганда винд, который наиболее upstream в этой системе? Если я помню винд-3 у личинок кнедарии. Ну, во-первых, у кнедарии 12 разных винтов. Винд-3 – это просто тот винд, с которым все работают. Сначала надо понять, что делают все остальные 11. Во-вторых, для того чтобы… Это ведь тут нужно помнить, что это диффундирующая молекула. То есть диффундирующие белки. Нужно либо делать меченые винты, которые несут какой-то детектируемый участок, винд – это очень сложная для мечни молекула. Это белок, это, собственно, липопротеин. У него есть жирный хвост. И навешивание на него, не знаю, зеленого флюоресцентного белка или какого-нибудь флюоресцентного белка его полностью инактивирует. Насколько мне известно, единственный тег, который можно на винд навесить – это внутримолекулярный тег гемоглютининовый, чтобы после этого выявлять его антителами. Но даже если вы… Потому что выявить транскрипцию винтов – это ни о чем не говорит. Вам нужно знать, где сигналит. А для того, чтобы знать, где сигналит, вам нужно знать, где белок. То есть его нужно… Антител против винтов тоже нет. Стрелячих. Разумеется, самый прямой способ выявить активность того или иного пути проведения сигнала – это детектировать транскрипционный фактор, который является эффектором этого самого сигналинга в ядрах, которые получают этот сигнал. Например, в случае BMP – это просто, потому что там фосфорилируется СМАД-158, и есть на него прекрасные антитела, которые позволяют его детектировать в ядрах. Вы знаете, что если у вас ядро красится антителами против СМАД-158, то тогда эта клетка получает BMP-сигнал. Если у вас, например, ТГФ-сигналинг, то тогда вам нужен не СМАД-158, а СМАД-2-3 фосфорилированный антитела против фосфорилированного СМАД-2-3. В случае бета-катенинового сигналинга единственный прямой способ выявить этот самый сигналинг – это померить, грубо говоря, количество ядерного бета-катенина. Но нам пока не удается. В лаборатории Фабиан Ренча в Бергене сумели покрасить антителами бета-катенин ядерный на стадии бластулы, но на более поздних стадиях он в ядрах не красился. Почему-то и красились только контакты. Мы тоже попробовали, у нас даже на бластуле не красился ядерный бета-катенин, только в контактах. Поэтому пока что это все мечты. Мы пытаемся сделать нок-ин, вставить зеленый флюоресирующий белок в кодирующий участок бета-катенина, так, чтобы у нас были зеленые ядра. Но у нас получился мозаичный зародыш. Они светятся, как новогодняя елка. Эти самые наши аниматостеллы в F0. Но, к сожалению, нет трансмиссии через зародышевый путь, и у нас не получается гетерозиготное животное, которое бы полностью были трансгенды по бета-катенину GFP. Мы мучаемся с этим, пытаемся сделать. Ладно, ну что, едем дальше. Вопросов вроде больше нет. Нет больше вопросов. Так. Значит, давайте я вам еще раз это покажу в кино. Для того, чтобы вы оценили, что саммиты, вот эти вот мезодермальные сегменты, появляются с некой периодичностью. Просто это деление, удлинение зародыша, и раз в какое-то количество минут, вон, сердце забилось, раз в какое-то количество минут появляется новый сегмент мезодермальный. Таким образом это работает. Это работает волнообразно. То есть там есть так называемый сегментационный осциллятор. проходит волна экспрессии гена, который называется HES7, семейство HES7, который начинает экспрессироваться у кончика хвоста. После этого волнообразно отправляется в сторону... Простите, я не сказал, на что вы смотрите. Значит, вот это зародыш, скажем, мыши, например, и это его хвост. Значит, голова будет сверху на экране. Мы смотрим на вот такую подковообразную, несегментированную, пресамитную мезодерму. Это мезодермальные участки, которые еще не саммиты, но будут сегментироваться. Значит, посередине у нас находится хорда. И вот в этой пресамитной мезодерме проходит волна экспрессии HES7. Весь процесс занимает 90 минут у мыши. Здесь они подписали, что это нервная трубка. Пусть нервная трубка хорда под ней. Значит, весь процесс занимает 90 минут, и волна экспрессии HES7 начинается от кончика хвоста, после этого проходит вперед до зоны образования саммита. И когда она доходит до передней конца пресамитной мезодермы, отваливается, отпочковывается новая пара саммитов. После этого весь процесс запускается заново. Вот как это выглядит в реальном времени. Нет, насчет реального времени это я загнул, но это то, как... Это таймлэпс, в котором показано, как энхансер HES7 запускает экспрессию люцифераза вместо HES7 и проходит волна от кончика хвоста к переднему краю пресамитной мезодермы. Объяснить этот процесс пытаются при помощи такой модели, которая называется clock and wave front, часы и гребень волны. Значит, о чем это? Вот у нас есть волна, и есть клетки, которые находятся в одном состоянии, на гребне волны, и это метастабильное состояние. Есть клетки, которые находятся в стабильном состоянии, у основания этой волны. Между гребнем волны и основанием волны клетки совсем нестабильны. То есть, когда происходит очень быстрое обрушение волны, клетки быстро переходят из состояния на гребне волны, клетки или там вода, на гребне волны переходит состояние в основание волны. То есть, происходит обрушение волны. Быстрое. И потом опять, и потом опять, и потом опять. каким образом каким же образом работает этот осциллятор этот осциллятор сейчас еще раз посмотрим уж больно красиво здоровенные эти волны никогда не видел живую хотел посмотреть давайте к молекулам теперь вот у нас есть мышиный эмбрион вот его кончик хвоста и это экспрессируется фактор роста фибробластов 8 который один из супер важных игроков данной ситуации и кончик хвоста экспрессирует также кроме fgf 8 он еще экспрессирует в интере а вся присомитная несегментированная мезодерма экспрессирует маркер который называется мезогенин а сегментированная мезодерма экспрессирует ретинол альдегид дегидродгенажу значит у нас отсюда с переднего конца со стороны хвоста и сегментированной мезодермы происходит сигнал при помощи посредством ретиноевой кислоты сигналинг через ретиноевую кислоту это сигналинг с использованием такого ядерного рецептора ретиноевой кислоты мы в это дело влезать не будем но это тоже важный путь проведения сигналов и смысл такой что клетки которые находятся под контролем fgf и винд сигналинг со стороны хвоста в зоне формирования новых саммитов резко переходят из состояния мы под контролем fgf и винд сигналинг от хвоста в состоянии мы под контролем ретиноевой кислоты со стороны саммитов и в момент этого обрушения волны происходит эпитализация при саммитной мезодермы самой передней и образование новых новой новой пары саммитов и дальше проходит следующая волна значит осциллятор работает потому что HES7 запускается и выключается циклически смотрите HES7 получает три сигнала он сигнает получает сигнал винд и fgf от кончика хвоста и он получает сигнал delta notch от соседних клеток в результате когда сигнал получен HES запускается он успевает транскрибироваться транслироваться после этого белок HES7 связывается с промотором простить с энхансером гена HES7 и выключает его и когда HES7 выключается то отваливается новая пара саммитов соответственно волна проходит за время того как HES7 запустится то есть как бы пройдет сигнал HES7 транскрибируется транслируется сам себя выключит то есть выключит собственный ген и разрушится и можно запускать осциллятор заново и вот запускается выключает себя разрушает разрушается новый пара саммитов и последует снова у разных животных эта волна проходит с разной скоростью на прошлой картинке было написано 90 минут на этой картинке было написано 20 22 минуты видимо 90 минут был у цыпленка я простите я не помню каких животных как но я почти уверен что это я почти уверен что вот ситуация с 22 минутами это ситуация с мышью и если в результате точечной мутации я могу ошибиться но я почти уверен значит если в результате точечной мутации увеличить время полужизни HES7 с 22 минут до 30 минут то все эти самые осцилляции пропадут и сегментации здорово-душа не произойдет то есть HES7 таким образом специально настроен чтобы быть синхронизированным со скоростью проведения вот этих вот сигналов и с аметогенезом что происходит когда проходит этот самый сигнал происходит эпитализация потому что HES выключает экспрессию кучу сразу разных генов в том числе гена СНЕЙЛ а СНЕЙЛ это такой транскрипционный фактор который заведует мезенхимальным состоянием клеток соответственно он выключает экспрессию катгеринов эпителиальных если выключить СНЕЙЛ то катгерины эпителиальные начинают производиться и тогда клетки слепаются друг с другом то есть они эпитализуются и состояние мезенхима переходит в состояние эпителия про мезенхима эпителия мы еще проговорим немножко следующий раз вот все это происходит синхронно во всем самите потому что на всех клетках есть не только дельта но и ночь соответственно если одна клетка сигналит другой то и другая сигналит первой то есть не все там держатся за руки и поэтому саммитогенез происходит синхронно сразу с целыми комплексами клеточными в зависимости от того как быстро проходит вот эта вот волна экспрессии ХС-7 количество мезодермальных сегментов у животных может отличаться вот у нас есть эта самая змея у которой там 315 саммитов есть мышка у которой 65 саммитов есть цыпленок у которой 55 саммитов и есть данью рерию которая всего 31 саммит все зависит от того с какой скоростью работает этот осциллятор если осциллятор успевает прокрутиться много раз то сегментов получается много если он догоняет хвост очень быстро то есть как бы если вот этот вот самый фронт детерминации которые показал здесь вот эта желтая полоска добегает до хвоста быстро то тогда сегментов мало если она добегает бежит до нее долго сегментов много так следующая часть с которой мы начнем сегодня и закончим в конце следующей лекции это то каким образом проходит морфогенез что регулирует морфогенез в очередной раз вам покажу дробление у лягушки но на этот раз мы уже с ним продолжим потому что я вам его показывал раньше и и дальше начиналось говорить про что-то что к дроблению не имел никакого отношения еще раз замечу что клеток становится все больше и больше размером бриона не меняется а вот теперь что-то задвигалось началась паструляция клетки начали двигаться вот это вот движение клеток это и есть то что называется морфогенез во время дробления клетка находится в очень странном состоянии у нее нет g1 и g2 фазы одна курсирует между фазой синтеза днк и метозом в то время как после включения зиготического генома сразу появляются g1 и g2 в этот момент в эмбрионе меняется все значит переход из вот этого состояния вот в это состояние это переход от материнских материнской зиготической переход из зиготической транскрипции который maternal to zygotic transition связан с активацией зиготического генома и при этом происходит не только запуск зиготической транскрипции но еще должны быть уничтожены материнские матричные рНК которые были запустены в яйце потому что иначе случится разброт и шатание смотрите что произойдет если у дрозофила не удалить материнские матричные рНК короткая напоминалка про развитие дрозофила вот здесь вот опять-таки из учебника картинка вот это вот ядро оплодотворенная яйцеклетка у дрозофила первые 13 делений эндометатические то есть как бы ядра делятся а сама само яйцо нет не происходит сатокинеза и ядра сначала в середине после этого они на десятом цикле разбегаются поверхности и потом первыми отделяются клетки зародыша пути на заднем конце эмбриона вот они а после этого происходит целлюлиризация в тринадцатом цикле и после тринадцатого цикла вот как это происходит одновременно по всему зародышу что вы сейчас видите вот это вот дарсальная сторона зародыша дрозофила это вентральная сторона зародыша дрозофила и вот эти вот белые полоски это мембрана которые начинают разделять свежепоявляющиеся клетки а ядро будет сидеть вот ровно вот в этой вот вот этом положении и вот в этом положении и вот в этом положении и так далее смотрите как это делается синхронно начинают врастать внутрь зародыша дрозофила, вот эти вот самые светленькие мембраны. Они доходят до определенной глубины, и после этого начинают расти не вглубь, а они как бы начинают подрезать эти клетки и отрезают их от желтка, который там внутри. И вдруг у каждого ядра оказывается по своей клетке. Еще раз хочу подчеркнуть, что целлюризация происходит синхронно по всей поверхности эмбриона. Да что ж такое. Смотрите, что будет, если что-то там намухлевать с правильным удалением материнских матричных РНК. У дрозофилы за одним из белков, который регулирует деградацию материнских матриц, является такой белок Смауг, который назван так в честь дракона из Хоббита. И этот самый Смауг экспрессируется равномерно по всему зародышу. Если же его экспрессировать в виде градиента с максимумом на головном конце и минимумом на хвостовом конце, вот посмотрите, на головном конце все уже целлюризовалось до самого конца, а здесь целлюризация еще только идет, а здесь целлюризация еще не началась. То есть вовремя уничтожить материнские транскрипты страшно важно для нормального развития дрозофила. Если вам хочется иметь некое такое визуальное представление о том, как проходит развитие до и после перехода на зиготическую экспрессию, то вот вам как оно происходит до, бросили и катится, и никаким образом на это дело не повлиять. А вот как оно происходит после. Каждая клетка, как вот эта вот крыска, должна понюхать хорошенько, решить, куда ей хочется идти, и дальше почувствовать, что ей присылают соседние клетки и так далее. То, как делятся яйца, очень зависит от того, что это животное. Смотрите, вот слева, сейчас я вам покажу кино, как развивается немотостелла, потому что куда же без немотостелла. Как вы видите, у нее дробление полное, относительно равномерное. А вот это вот дробление Данио Реррио. Как вы видите, дробление происходит только на анимальном полюсе этого самого яйца, потому что вот все вот это вот, это огромный желток, который просто не раздробить. То есть как бы делится только свободная цитоплазма. Значит, желток это основной основная причина различий в том, как дробятся яйца. Если желтка мало, то дробление бывает либо радиальное, либо спиральное, но обязательно полное. может быть равномерное, может быть по каким-то причинам неравномерное, если оно по каким-то причинам неравномерное, то скорее всего желтка там все-таки не совсем мало. В более крупных клетках правило желтка больше. если еще бывает белатеральное дробление, как у осыди, у них тоже довольно мало желтка. Если желтка побольше, то есть если яйца не олиголицитальные, а мезолицитальные, как у лягушки, например, то дробление тоже полное, но на минимальном конце яйца, зародыше, клетки будут дробиться быстрее, и клетки будут мельче в конце дробления, чем на вегетативном конце зародыше. Если же желтка много, то ситуация будет совершенно другая. Если яйцо, так называемое, телолицитальное, например, как у рептилий, рыб, или, например, у головоногих моллюсков, то делиться будет только свободная цитоплазма поверхностная, и все остальное будет такой огромный неподеленный желток. Если же яйцо центролицитальное, как, например, у многих артропод, например, у дрозофилы, то, опять-таки, там свободная цитоплазма присутствует не только с одной стороны яйца, а вокруг всего желтка. И, как у дрозофилы мы только что видели, сначала там эндомитоза, эндомитоза, а после этого подразделяются происходит целлюлизация и образуется так называемая поверхностная бластула. Бластула это результат дробления. Значит, если желтка мало, то, как правило, образуется целобластула. Целобластула это шарик из более или менее одинакового размера клеток и полы внутри. То есть, это такая сферическая штука. То, какая бластула, определяет то, какая может быть гаструляция. То есть, гаструляция это образование зародышевых листков. И если у нас есть целобластула, то наиболее частым видом гаструляции будет униполярная ингрессия или инвагинация. Униполярная ингрессия это когда, если мы говорим про билотерий с вегетативного конца, если мы говорим про кинитарий с минимального конца, выселяются отдельные клетки, отделяются от эпителиального гласта дерма, развинчивают свои контакты к гириновой и начинают толстить внутрь, заполняя гласта цель. Либо инвагинация, тогда клетки не полностью, они тоже будут под, они из очень плотно расположенных клеток, они становятся как веер и тоже начнут заползать. Либо, если вы морской еж, то тогда они даже как веер не станут, а прямо таки в виде слоя и инвагинируют. Если же желтка много, то там может быть маленький бластоцель или может не быть маленький бластоцель. Дробление может быть либо полным, неравномерным, либо вообще неполным, аэробластическим, но в любом случае самый частый способ гаструляции при если много желтка, это эпиболия. Если вы подумаете о примитивных спиралих, то кажется, например, что у примитивных аннелит и у некоторых моллюсков попроще, у них инвагинация. А вот если взять какую-нибудь аннелиту попродвинуть, то у нее, как правило, с большим количеством желтка у нее практически всегда будет эпиболия. Эпиболия это значит, что анимальные клетки натягиваются на эти мезодромальные клетки, как шапочка плавательная резиновая. Наконец, есть еще один частый довольно способ гаструляции, который здорово распространен у морских гидроидов, это моральная деламинация. Если у нас есть плотный зародыш без гластоцеля, у которого так получается, что есть внутренние клетки и наружные клетки, то наружный слой клеток может просто эпитализоваться и сделать эктодерму, а все, что осталось внутри, осталось внутри. То есть получается энтодерма. Это странный способ образования зародышевых листков, потому что в данной ситуации, в отличие от всех остальных, показанных, но есть еще другие, есть еще мультиполярные ингрессии, которые выглядят так же в некотором смысле, потому что и в случае мультиполярной ингрессии, и в случае моральной деламинации образование зародышевых листков отделено от образования осей тела, мультиполярной потому что в данной ситуации, когда у нас эпиболия, инвагенация, или униполярная ингрессия, у нас образование энтомезодермы происходит, если это белотерия, на вегетативном полюсе, или, если это кнедария, на анимальном полюсе. А здесь полярность все равно образуется, она все равно будет регулироваться всеми, теми, wind сигналингом, но это будет совершенно независимо от того, где будут клетки вселяться внутрь, ну или там не вселяться внутрь, а репетализоваться. Кнедарии, что-то я сегодня не могу никак слезть с кнедарии, но кнедарии в данной ситуации действительно ужасно удобные, потому что у кнедарий невероятно разнообразные способы дробления, чуть ли не все, которые бывают, и невероятно разнообразные способы гаструляции. Есть кнедарии, которые прекрасно инвагинируют, это кораллы и стифомедузы, например. Есть кнедарии, у которых есть эпиболия, я вам покажу один пример. Есть кнедарии, у которых униполярная ингрессия, есть кнедарии, у которых мультиполярная ингрессия, есть кнедарии, у которых даже суперредкий процесс, который был описан Мечниковым, называется клеточная деламинация, и я, если честно, думал, что Илья Ильич наглючил, потому что вроде как так не бывает, то есть я никогда не видел. Я подумал, что что-то там не так пошло. Он написал это дело у гидромедузы, которая называется лириопе. Клеточная деламинация происходит таким образом. у нас направленно делятся клетки перпендикулярно поверхности эмбриона, и разом по всему эмбриону отделяется антодерма, как бы сфера в сфере, вот так вот. И действительно, моя давняя любимая коллега Юлия Краус из Москвы наблюдала это своими глазами сказал, что все правда. Так что Илья Ильич не соврал, правду говорил как на духу, и действительно, вот такой безумный способ гаструляции действительно существует. Давайте я вам покажу, что происходит с клетками, потому что я бы хотел, я недавно послушал Юлин доклад, и она сказала такую вещь, которую я более-менее давно думал, но как-то никак не мог себе признаться, что я это думал, и она это замечательно сформулировала. Инвагинация и ингрессия отличаются друг от друга не очень. Значит, смотрите, и для того, и для другого процесса необходимо формирование так называемых бутылковидных клеток. Вот я буду использовать Юль на картинке образование бутылковидной клетки при гаструляции гидроида клития. Вот она вот такая чудесная клития родственника Белия из того же семейства компонулириида. Клетка обычная такая колоновидная клетка призматическая или как вы ее там назовете со жгутиком у нее образуется утолщение на базальной части и ядро начинает этой клетки мигрировать в этот самый базальный участок. Изначально оно вот здесь сверху сидит в опекальном участке, после этого начинает сдвигаться вниз. У нее появляется ведущий край, на нем начинают образовываться всякие филоподии и ламилоподии и кончается дело тем, что она отделяется от слоя и отправляется в самостоятельное путешествие. Значит, это клитие, у нее происходит униполярная ингрессия. Это когда клетки вселяются отдельно друг от друга. При этом очень интересно, что она до последнего момента сохраняет, вот она фиолетовая клетка, которая пытается занырнуть, это вид с поверхности, и видно, что у нее она до последнего момента сохраняет свой жгутик, только там, когда уже совсем надо отправляться в путешествие, он у нее, видимо, отвалится. Вот так это дело выглядит, это гаструлирующее клетие, и вот это оранжевым Юлия, это ее слайды, пометила ползущие клетки у средней гастролы, вот они ползут, заполняют бластоцель, это более поздняя гастрола, и видите, как он, как бластоцель постепенно наполняется вот этими покрашенными оранжевый цвет, ползущими по отдельности клетками. Сейчас я вам покажу довольно странный пример развития, это лютернария квадрикорнис, стаура-медуза, седентарная, у которой очень мелкие эмбрионы, в огромном количестве она откладывает, пыль, вот эмбриона, вот здесь масштабный отрезок 20 микрон, они там невероятно мелкие. Но Татьяна Майорова опубликовала статью, насколько я понимаю, вместе с Юлей, в которой они описали развитие этой самой лютернарии, и там оказалось, что гаструляция у лютернарии это смесь эпиболии и ингрессии, что так же, как и у клетии, у лютернарии образуются бутылковидные клетки, просто там их очень мало. Лютернария такая маленькая, потому что у нее супермаленькие клетки, у нее просто невероятно маленькие клетки. В гаструлирующем зародыша их примерно 24. Представляете, гаструлы из 24 клеток, из которых там 3 или 5 лезут внутрь. Вот эта типичная бутылковидная клетка, которая пытается ингрессировать, просто поскольку там полости нет, ей особо некуда. А вот эта зеленая клетка, которая остается снаружи, она ее эпиболирует снаружи. То есть она обрастает вот эту ингрессирующую энтодерму. Моя любимая анимат Астелла гаструлирует аристократично эндогенации. Это тоже Юля картинка. Образуется преэнтодермальная пластинка, сначала клетки воплощаются и после этого постепенно образуется губа областопора, которая начинает подворачиваться и преэнтодермальная пластинка начинает постепенно интернализоваться. Тут у нас есть Юля некоторое расхождение, потому что она считает, что клетки приэнтодермальной пластинке тянут и поэтому заставляют инвагинировать, а я считаю, что губа областопора давит, потому что заставляет, и поэтому заставляет инвагинировать. Но это на результат воздействия не имеет. Как вы видите, здесь прекрасные преэнтодермальные пластинки превращаются в такой веер, клетки гораздо более неплотно друг с другом связаны, и они вот эти красавицы бутылковидные клетки, и они тянут филоподии, хватаются за базальные поверхности будущих эктодермальных клеток, и по ним вот так вот бегут. И, наконец, когда они доползают до верха, то образуется нормальный эктодерма, который некоторое время еще остается довольно рыхлой, а после этого организуется в вполне себе обыкновенный клеточный слой. одно время они настолько расползаются, они настолько превращаются в веер, эти клетки, между ними становятся такие слабые контакты, что одно время даже думали, что у нематостеллы гаструляция происходит в виде смеси инвагинации и ингрессии, но после этого оказалось, что нет, все-таки нет, слой никогда не нарушается, но клетки действительно связаны друг с другом довольно слабо, пока они ингрессируют. Невероятно красивая электронка, прямо-таки вообще. Для того, чтобы образовалась эндомезодерма, необходим бета-категиновый сигналинг, тот самый, о котором мы сегодня говорили столько уже в начале лекции. И единственное, как я уже говорил, что канедария гаструлируется с инемального полюса, а билотерия гаструлируется с вегетативного полюса. Вот бета-катенин GFP, я колол маточную РНК бета-катенин GFP, который идет в ядра на одном конце эмбриона у нематостеллы, а вот бета-катенин GFP, который идет в ядра микромеров у морского ежа, то есть на вегетативной пластинке. И вот четыре антомизодермальных клетки, которые содержат бета-катенин GFP в ядрах антомизодермальных клеток у немертины. То есть это общее место. И если это я не буду показывать, вы это уже видели 15 раз, но я вам хочу сказать, что если уколоть МРНК ВИН-1 в отдельный бластомер на восьмиклеточной стадии у нематостеллы или у лягушки, то будет совершенно одно и то же. Дуплицируется основная ось тела. Давайте смотреть, что происходит после дравления. гаструляция, которую я вам сейчас показывал, это всегда процесс такой более сложный, чем просто инвагинация или просто ингрессия, просто болей. Есть идеальные случаи вроде моиматостеллы, которые инвагинируют, но тем не менее у нее есть некие черты ингрессии, потому что клетки превращаются, клетки становятся похожи на веер и ползут изо всех сил. Как правило, гаструляция это больше, чем один барфогенетический процесс. Вот, например, у морского ежа сначала ингрессируют, смотрите, сейчас побегут клетки скелетогенные мизенхими, первичные мизенхими, вот они ползут по отдельности амебойдно, после этого сделают скелет, а после этого начинается инвагинация кишки. Вот инвагинация архентерона начинается, то есть это ингрессия и инвагинация. У всех позвоночных гаструляция это тоже не единичный морфогенетический процесс. У лягушки это инволюция, просто дело в том, что у нее многослойные бластулы, поэтому ей подгибаться, инвагинировать не очень удобно, и в результате она подворачивается сама под себя, грубо говоря, так же, как и рыбы. У лягушек и у рыб инволюция происходит и эпиболия. У амниот, то есть птицы-рептилии, млекопитающие, у них происходит ингрессия и эпиболия. Как правило, гаструляция это всегда комплексный морфогенетический процесс, а не только одно клеточное движение. Гаструляцию назвал гаструляцией Эрнст Геккель, при этом он ее назвал гаструляцией в своей книжке про известковых губок, и до сих пор люди спорят, есть ли у губок гаструляция или нет. Тут самые разные вы мнения услышите, если поговорите например с Александром Вадимовичем Ерисковским или с Майей Адамской. Гаструляция это формирование зародышевых листков, эктодерма, энтодерма и мезодерма. И во время гаструляции происходит морфологическое установление окончательных осей тела. То есть после гаструляции вы точно будете знать, где у зародыша вперед, где зад, где спинная сторона, где брюшная сторона, где левая, где правая. Гекель разглядывал двуслойную личинку губки и решил, что это гаструла. Или может быть просто это была какая-то скануэрная губка, я уж не знаю. И Гекель, если помните, провозгласил, что антогенез рекапитулирует филогенез, и поэтому он провозгласил вот эту идею, что вот такая двуслойная гастрея, типа там супердревняя гастрола, это была ансестральная форма всех животных. Насчет того, что антогенез рекапитулирует филогенез, мы уже говорили, что тут оказался не Гекель прав, а Бер, который говорил, что зародыши похожи, а после этого становятся все более и более непохожи. Насчет того, что предковая форма самая выглядела именно как такая инвагинационная гастрола, тоже можно поспорить. есть альтернативные гипотезы, например, мечниковская фагоцитела, но есть еще и прочие, но, как я только что вам показал, гаструляция инвагинации от гаструляции ингрессии отличается очень не сильно, просто в одном случае клетки разваливаются полностью, а в другой энтодромальные, разбегаются, а в другом случае не полностью, так что, может быть, это не такие взаимосключающие вещи. Геккель считал, что животные разделяются на диплобластик и триплобластик, на двуслойных и трехслойных, и это, наверное, будет последний фрагмент, который я вам сегодня покажу. Он считал, что в двухслойном принадлежат губки грибневики и кнедарии, что у них есть только эктодерма и энтодерма, а к трехслойным принадлежат собственно вторичный род и первичный род. Сейчас ситуация несколько усложнилась, потому что непонятно взаимное положение губок грибневиков, во-первых, и непонятно, когда возникла гаструляция. То есть, если у губок гаструляции нет, то тогда все хорошо, если грибневики это съестинская группа для всех остальных животных, а губки первые. Но если грибневики сестинская группа для всех остальных животных, то нужно предполагать, что губки потеряли гаструляцию. То есть, в общем, там запутанная история. Но, тем не менее, мы можем договориться, что вот это у нас двуслойное животное, это у нас трехслойное животное для простоты. теория зародышевых листков гласит, что во время развития животных эмбрионы подразделяются на эквивалентные слои. Или зародышевые листки. Эти зародышевые листки это эктодерма, энтодерма у двуслойных животных и эктодерма, мезодерма, энтодерма у трехслойных животных. Из эктодерма получается кожа и нервная система, из мезодерма получаются мышцы, например, а из методерма получается кишечник. Второе положение этой самой теории это то, что гомологичные структуры в разных организмах возникают из одних и тех же зародышевых листков. А вот это не совсем так. Здесь бывают всякие разные интересные исключения. Последнее время были интересные работы про то, какие части желудочно-кишечного тракта, начиная от рта, делаются из эктодерма, какие делаются из энтодерма. Потому что передняя кишка это у нас энтодерма, но дальше есть еще стемодеум, который выворачивается. И одни и те же вещи, даже внутри позвоночных, могут делаться из разных причастников. Значит, тема зародышевых листков до сих пор крайне дискутируема. То есть, зародышевые листки есть, не поспоришь, но вот такой жесткой и стройной теории, такой, как нравилась Ольга Михайловна Иванова Казац замечательному эмбриологу, к сожалению, не получается. помимо всего прочего, существуют разные взгляды на эволюцию зародышевых листков. Когда я учился, и, собственно, до последних лет, я прекрасно жил себе с осознанием того, что у Книдарии есть эктодерма и энтодерма, а мезодермы нет. Но уже давным-давно появились всяческие гипотезы, объясняющие возникновение мезодермы из энтодермы. Например, Ремана, это такой австрийский зоолог, предположил, что были еще некоторые люди, которые имели такие же воззрения, что возникновение мезодермы происходило таким образом. Был четырехлучевый коралл, у которого была энтодерма, после этого вот эти мезонтериальные камеры отделились и превратились в саламические мешки. Собственно, из остатков, из вот этих перемычек образовалась кишка щелевидная, которая открылась двумя отверстиями спереди и сзади эмфистомически, и образовалась сквозная кишка из энтодермы. То есть практически глотка получается щелевидная сделала сквозную кишку, а вот эти вот камеры между септами сделали саламические мешки. соответственно, альтернативный такой вот взгляд на гомологию зародышевых листков укнедарию белотерий был бы такой. Привычно думают, что у кнедарий есть эктодерма и такая энтомезодерма, которая в белотерии подразделилась на кишечную энтодерму и на мезодерму. Но если верить Реманне вот так вот, то тогда можно считать, что глотка антозойных кнедарий гомологична энтодерме белотерий, а энтодерма кнедарий гомологична мезодерми белотерий. Звучит довольно дико для меня, но после этого оказалось, чем дальше я про это думаю и чем больше я смотрю на разные гены, тем больше я убеждаю, что, скорее всего, может быть, это так и есть. Мой бывший коллега по лаборатории Патрик Штайнец сделал классную работу он стал смотреть на маркеры энтодермы и мезодермы, где они экспрессируются у него тастелла. Давайте я вам быстренько расскажу про... уже пора заканчивать, но я вам за 5 минут расскажу этот фрагмент, это любопытно. И мы закончим на сегодня. Вот смотрите, предположим, что глотка это энтодерма, а энтодерма это мезодерма. Поэтому глотка желтая, эктодерма синяя, мезодерма розовая. Если вы вырастите такую личинку, то получите первичный полип. В таком случае у него снаружи будет эктодерма, понятное дело. Вот у него желтая энтодермальная глотка. И кроме того, видите вот здесь желтые сосульки. Дело в том, что у него тастелы 8 мезонтериев, несмотря на то, что это шестилучевой коралл, собственно, они принадлежат к хексокорале. У нее 8 мезонтериев, 8 септ. И эти мезонтерии, как вы видите, покрашены розовым, что совершенно правильно, но у мезонтериев на конце есть так называемый септальный филамент, или септальный отросток. Этот цептальный филамент очень странная ткань, потому что он забит железистыми клетками и кнедоцитами. И откуда в энтодерме браться кнедоцитам, совершенно было непонятно, пока не оказалось, что это вырост глотки. То есть как бы эта глотка, грубо говоря, разрастается вдоль каждого из восьми мезонтериев во взрослом состоянии. И в результате мезонтерия это как композитная структура. Она, как здесь показано, розовая вот здесь между стенкой тела и септальным филаментом. А септальный филамент это продолжение глоточной эктодермы по-старому или глоточной энтодермы в новой классификации. Поэтому он здесь покрашен желтым. Глотка повторяю уже забита кнедоцитами и железистыми клетками. И так по всей длине полипов в результате получается. Здесь, кстати, хорошо видно, как морфологически себя проявляет направительная ось. Направительная ось идет вдоль щелевидной глотки. И на всех этих мезонтериях имеется мускулый ретрактор. И вы видите, что на этой паре мезонтериев мускулый ретрактор смотрит налево. На этой паре мезонтериев мускулый ретрактор смотрит налево. На этой паре мезонтериев мускулый ретрактор смотрит налево. А на этой паре мезонтериев мускулый ретрактор смотрит направо. Получается, что вот у нас есть ось симметрии, вы верхнюю половину этого среза можете отразить на нижнюю половину, а левую половину не можете отразить направо. Вот это вот билотеральность нему достала. Так, вернемся к зародышевым листкам. Патрик посмотрел области экспрессии невероятного количества самых разных генов, которые у билотерии экспрессируются либо в энтодерме, либо в мезодерме. И оказалось, что вот этот цептальный филамент, а также глотка, производят огромное количество всяческих пищеварительных ферментов и транскрипционных факторов, которые регулируют экспрессию генов пищеварительных ферментов. То есть они имеют абсолютно энтодермальную экспрессию. А зона гонады, часть мезонтерия, в которой находится гонада, в ней накапливаются питательные вещества. И гены, которые экспрессируются в этой части мезонтерия, они характерны как раз-таки для мезодермы. И кроме того, там, разумеется, находятся мышцы. Я мискулый ретрактор, который прячет голову немотостеллы, а здесь находится еще париетальная мышца, которая тоже помогает сократиться в длину. А вот здесь вот вдоль тела находятся кольцевые мышцы, а в эктодерме антозоев мышц нет. Значит, получается, что с точки зрения экспрессии разных генов очень похоже действительно энтодерма стенки тела и мезонтерия минус септальный филамент на мезодерму белотерий. Возможно, идея о том, что эктодерма – это эктодерма, глотка – это энтодерма, а энтодерма – это мезодерма, не так уж безумна. Вот, на этом я закончу. Я опять затянул немножечко, простите. Если будут вопросы, пожалуйста. Ну, видимо… А, вот, смотрите, а это нас благодарят. Да, видимо, не все пережили при таком низком давлении, что эктодерма – это эктодерма, глотка – это энтодерма, а энтодерма – это мезодерма. Мне самому сложно пережить, но на самом деле это чем дальше, тем больше похоже. То есть, например, у морского ежа скелетогенная мезенхима, то есть как бы мезодермальный участок, ведет себя совершенно с точки зрения генетической и, кроме того, по клеточному поведению, совершенно так же, как приэнтодермальная пластинка у нематостеллы. Более того, не только по экспрессии генов, но и даже по клеточному поведению можно взять и вырезать приэнтодермальную пластинку нематостеллы и посадить на чашку, и все эти самые клетки приэнтодермальной пластинки, которые, в принципе, связаны друг с другом контактами, пройдут полные энпитериальные мезонхимальные переходы, начнут ползать по чашке, как фибробласты. А эктодерма никогда, не глоточная, не аборальная, никогда так не поступит. И по многим еще другим параметрам приэнтодермальная пластинка, клетки приэнтодермальной пластинки имеют очевидный такой мезодермальный характер. Ну и, кроме того, есть анекдотическое в старом значении слово анекдот, не в смысле шутка, а в смысле вот... Если помните... Помните, как струлирует аурелия? У аурелии есть очень... У нее очень странное развитие. Сначала происходит нормальная инвагинация, происходит образование энтодермы, эктодермы в старых значениях. А после этого там запускается апоптос. Это то, чем занимался Игорь Арнольдович Косевич, например, со своей командой в Москве. Там запускается апоптос, и образуется то, что они называли вторичные энтодермы, которые полностью из глотки. И кончается дело тем, что вот, собственно, начальной эмбриональной энтодермы у аурелии нет, или почти нет. А вся и весь их кишечник – это, собственно, глотка. И вот в этой же статье Патрик Штаймец и его там соавторы, они красили на транскрипты тех же генах, которые они использовали не мотостолы, они красили эфиро-аурелии. И оказалось, вроде как у эфира с глоткой, в общем, не очень, там, манубриум небольшой, после этого, значит, там, чего там дальше, кишечник. Оказалось, что у них глоточные маркеры экспрессируются в манубриуме и в гастральных выростах, вот эти вот, которые похожи на ручки, да, то есть как бы очень забавно. Ну, и, собственно, анекдотический факт заключается в том, что, если вы помните, у аурелии, в отличие, у нематостелы все мышцы находятся в энтодерме или, по-новому, в мезодерме. А вот у аурелии, если помните, все мышцы эктомезодермальные. У них, если я ничего не путаю, но я проверю, и это неудивительно, потому что в энтодерме мышцы нет, да, если это глотка все, да, то есть как бы там не было, в энтодерме, в энтозойной глотке тоже никогда не бывает мышц. Мышцы бывают только, только в настоящей энтодерме, которая мезодерма. Вот ведь запутал. Это страшно интересно в этом копаться, но это, конечно, еще все не точно. Я специально дал вам посмотреть на результаты относительно свежей статьи, и ничего еще не утряслось, да. Так что это все думайте за себя. Это полную гарантию дает только страховой полис. Странно, что они красили эфиры, они с эфистомой-то не красили. С эфистомой ужасно сложно красить, она жирная такая, и слизи много в ней, и можно, можно... Я согласен, да? Понимаю, я понимаю, о чем речь, потому что после полу бывает с эфистомой, а не эфира, да, но... С эфистомой очень сложно красить всем. Я понял, да. Методически чисто. Ну, я вот смотрю, что чат наш не пополняется вопросами, и у меня чисто с биохимической точки зрения меня заинтересовало... Можно я перед биохимией? Да, да, да. Дурацкий вопрос, совсем дурацкий вопрос. Вот эта вот билатеральность у немотостеллы, она же такая, ну, довольно заметная морфологически, она на поведение как-то оказывает влияние? Это очень хороший вопрос. Я не знаю. Они... У них поведение это такое особо... Небогатое поведение. В основном, да. То есть, как бы, они... Немотостеллы, это роющая актиния, да? То есть, как бы, в принципе, единственное поведение, на которое там у них любопытно смотреть, это то, как они зарываются невероятно эффективно, да? Они в группе Мэтта Гибсона классные были совершенно кино, которое они там снимали, про то, как они брали такой плоский аквариум и наполняли его стеклянными шариками разного диаметра, и снимали это дело, как бы, с плоской стороны. И Немотостелла засовывала туда тут же ногу в эти самые шарики. Она вкапывалась моментально этой самой ногой и сидела счастливая. У Ульриха Технау есть в кабинете аквариум, в котором у него живут самые счастливые анимотостеллы в этом институте, потому что они там живут, грубо говоря, в своей родной грязи, и они невероятно быстро размножаются, когда им есть куда зарыться. Они быстро зарываются. И теперь мы, если нам нужно, например, у нас есть редкая мутантная линия, мы сделали мутанта какого-нибудь, а нам нужно быстро расклонировать это дело, чтобы быстро размножить этих животных так, чтобы при этом генотип сохранился. То есть нам нужен клональный рост. Мы их тут же сажаем в песочек, потому что они начинают отшнуровывать подошву и регенерировать очень быстро, если много еды. И это способ увеличить культуру очень быстро, дать им закопаться. Но в остальном поведение у них небогатое. Интересно смотреть на поведение плану, конечно, потому что они оседают. То есть это поведение кошка. Но про это пока что мало чего известно. Было исследование, показывающее, что опекальный орган нужен плану для того, чтобы сесть. Но мы тут насчет опекального органа не знаю. Но, во всяком случае, опекальный султан ей для этого дело не обязателен. То есть мы тут случайно сломали ген, который отвечает за образование опекального султанчика, которые вот эти вот длинные реснички сенсорные. И выросли у нас плануло без опекальных султанчиков. И они, конечно, хуже метаморфизировали, чем плануло с султанчиками. Но все-таки метаморфизировали более-менее. То есть как бы что-то там еще есть, кроме опекального султанчика. Султанчик – классная вещь. Он такой длиннее, чем плануло. Так поначалу и не скажешь. А после этого, когда я начал красить султанчики, там такой. Арина, прости, что я тебя... Ну да, да, я про билатеральность тут в итоге ничего не... Я ничего не знаю про билатеральность. Нет поведения, нет влияния на билатеральность. Есть знаменитое видео, в котором здоровенная актиния под названием стомпия, тихоокеанская, уплывает от назойливой морской звезды. К ней приползла морская звезда, начала ее мучить. И эта самая стомпия сначала побила ее головой, то есть обстрекала, а после этого оторвала подошву и вот так вот, изгибаясь, вот так вот, в две стороны, то есть как бы билатерально, понятное дело, уплыла. Но у нее такая тарелка сверху, что это как парус. То есть как бы она плывет примерно так же, как пектон плавает, например, как бы... Вот так вот. Не то чтобы очень координированно, но во всяком случае внушительно. Но ничего подобного у него-то стало делать не умеет. Она скучно торчит из грязи. Да, Марина, ну что, ты удовлетворена? Да, вполне. Нет поведения, нет проблем. Нет, у нас-то всегда учили, что для сидячих радиальная симметрия, для билатеральной нужна для активной подверженности. В принципе, все сходится. Копаешься, может быть, почему-то удобно. Ну, да, может быть. А у медузов такая уж пассивная подвижность. Они совершенно радиальные. Ну, они в такой среде, которые со всех сторон одинаково живут. Наверное, им очень удобно быть радиальным. Не знаю, насчет со всех сторон одинаковых. А может быть, это просто пережитки старины? Я думаю, что это такая исторически так сложилась, что так думают. Но была, например, на Кубомедузах прекрасная работа, которая показывала, как они используют свои глаза. У них же в рапалиях эти фантастические комплексы из нескольких глаз сразу. Да, там шесть глаз в каждом рапалии. Там четыре рапалии, в каждом по шесть глаз. Ужас. При этом один здоровенный глаз с хрусталиком, с сетчаткой. Значит, второй маленький глаз с хрусталиком, с сетчаткой. Еще четыре простых глазка. При этом в том же рапалии еще стоит, находится статоцист с тяжелым статолитом. В результате, как бы вы не поворачивали эту самую трепедалью, у нее статолит тянет, понятное дело, к центру Земли. В результате это дело... А он не в центре рапалия, он на краю. В результате он рапалий, когда вы переворачиваете медузу, он рапалий переворачивает так, чтобы статолит смотрел вниз. Получается так, что у нее маленький камерный глаз с сетчаткой и хрусталиком смотрит всегда вверх. И оказалось, что этот самый маленький глаз смотрит, чтобы она не уплыла слишком далеко от края мангрового леса. То есть как бы она пытается остаться всегда в том месте, где половина поля зрения маленького глаза затенена, а вторая половина поля зрения маленького глаза освещена. Тогда она в нужном месте. И они брали такой... Загончик делали и угоняли эту самую трепедалью из вот этой вот самой зоны, где падает тень мангровых зарослей, угоняли в освещенное положение и смотрели, как она плавает. Просто они треки после этого рисовали, как эта самая передвигается по загону трепедали. И оказалось, что когда она полностью в тени, она передвигается случайно. После этого, когда ее начинают отодвигать так, что увеличивается свет, она начинает биться в теневую сторону и пытаться там остаться. После этого, когда ее убирают совсем свет, она начинает опять беспорядочно передвигаться по этому самому, по этой арене. То есть, когда не такие уж они идиоты. Ну, это, конечно, очень здорово. Да, по-моему, уже история. Да, то есть, когда они классные звери, то есть, понятно, что это не осьминог, да, осьминог-то будет гораздо мозговитей, но для диффузной для диффузной нервной системы, это прям-таки вообще... Голопой об стенку, пытаясь прорваться в мангровый лес обратно, это, мне кажется, просто на уровне Эйнштейна. На волю в пампасы. Да. Да, Гришка, можно я все-таки задам свой дурацкий вопрос? Что меня заинтересовало? Это история про Хес-7, транскрипционный фактор. Я правильно понимаю, что, соответственно, ВИНТ, Дельта-0... Дыши, мы видим твою почту. Простите. И кто-то там еще третий был. Соответственно, они постоянно активируют экспрессию Хес-7, а он, когда его становится достаточно много белка, он работает как собственный ингибитор, в смысле ингибитор собственной транскрипции, правильно? Да. И, соответственно, вот этот переход, когда он начинает сталкивать, я не знаю, с энхансера, активаторные транскрипционные факторы, собственно, разница концентрации, когда кто кого перетянет, она и определяет полупериод жизни. Еще раз, что-что-что-что? Есть критическая концентрация, при которой ингибиторный сигнал перебивает активаторный сигнал, то есть транскрипционные факторы связывают свои зоны на энхансерах, либо те, либо другие. Не совсем так. Дело в том, что хвост же урастает, и из-за этого получается, что самая большая концентрация ФГФ и винта находится на кончике хвоста. И чем дальше клетка удаляется от зоны роста, которая на кончике хвоста, чем ближе она к фронту детерминации, тем меньше в ней остается ФГФ и винта. Так? Поэтому осцилляция этого самого ХЕС, начиная от какой-то точки, она становится невозможной, потому что ХЕС, чтобы запуститься, нужен вот этот самый активатор, который является ФГФ и винт от хвоста. Да? Да? Поэтому вероятность того, что ХЕС запустится, она все время падает по мере того, как клетка удаляется от хвоста. То есть хвост урастает от клетки. И с другой стороны, значит, в тех клетках, которые ХЕС еще может производить, значит, ХЕС запускается, после этого, значит, он транслируется, после этого он выключает ген ХЕС, сам себя, а после этого еще уходит какое-то время на то, чтобы белок развалился, и тогда можно по новой. Но если активировать... Они уже вышли из этой зоны, то он не запустит. Да, 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 то они попадают под контроль ретиноевой кислоты. Да, 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 хорошо, это понятно. Меня просто в другой момент заинтересовал, как они продлили ему полупериод. Как в эксперименте ему продлили полупериод. Ему сделали какую-то точечную мутацию, из-за которой он стал более стабильный. А, в смысле, что белок дольше жив после того, как он спортировал. Белок точечно мутировали, и в результате получилось, что новый белок живет на 8 минут дольше, чем старый белок. Интересно, да, как они это во времени... Просто организация клеточного времени это одна из самых мистических вещей. Абсолютно. И меня это всегда очень забавляет, да, как можно подвинуть молекулярные часы куда-то. Окей. Ну что, завтра в 17.30 в ручное время, в ручный час. Если в ручный день, в ручный час. Да, до завтра. Вот. Спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!